Ни снег, ни зной, а в этот день ни дождик проливной, ничто не могло изменить намерение главы проинспектировать социальные объекты. И те, что построены, и те, что в перспективе. У жилого комплекса в самом начале «Красных партизан» есть все шансы стать одним из престижных микрорайонов города, считает Евгений Первышев. На его территории разместится школа на 1100 мест и детсад на 280. А к концу 2018 года построят физкультурно-здоровительный комплекс. Возведение образовательного учреждения в хуторе Ленина на финишной прямой. Этот объект жизненно важный. Существующая школа 32-го года постройки прошлого века устарела и морально, и физически. На строительство уже выделили 470 миллионов рублей из краевого бюджета. Средства из городского пойдут на закупку спортивного инвентаря, мебели и посуды. В объемах примерно 65% объема выполнено. Заканчиваем, сейчас льем последний блок, ну это на заднем дворе. Средства доведены в настоящее время в полном объеме. Новое здание проектировалось с размахом, рассказывает заместитель руководителя департамента строительства Артем Аганов. В нем предусмотрены залы под спортивной секцией, хореографический класс и современный пищеблок. Свежие овощи на стол дети будут выращивать в теплице на территории школы. Завершить работы на объекте планируют к 1 сентября. Самое главное, чтобы график, который у нас существует, мы его соблюдали, не нарушили. Для хутора Ленина это действительно спасение. Мы здесь сразу решим проблему. В одну смену у нас сядет. Более того, те помещения, которые сейчас использует старая школа, мы уже продумываем. Точнее, не либо, это и учреждение дополнительного образования, и детский сад. Расширение, потому что они готовы под эту деятельность. Ну, конечно, остался последний рывок. Надеюсь, 1 сентября мы перережем ленточку. Следующий объект, который как воздух нужен городу, новый корпус школы номер 81 по улице Сербской, 7. Существующие вместо 190 детей учатся 700. Проект уже утвержден, но вопрос коммуникации еще не решен окончательно. Вопрос инженерной инфраструктуры необходимо продумывать на этапе планировки микрорайона, как это делает компания «Югстроинвест». Заместитель генерального директора Андрей Анашкин показывает Евгению Первишову уже достроенный детсад на 280 мест по улице Героя Яцкова. Зайдите, посмотрите, как раз, а поснимайте. Объект типовой возведен с применением современных технологий. Его передадут в муниципалитет в первых числах мая. Условия, которые здесь, без зая, безусловно, без поддержки губернатора и аналитета Евгенькова, ничего бы не получилось. Строительная фирма строит микрорайон в районе улицы Героев-разведчиков и Героя Яцкова. Предусмотрена вся инфраструктура – детские площадки, магазины, парковки. Сейчас в районе ЖК «Губернский» застройщик возводит школу. К 2018-му ее тоже планируют передать в муниципалитет. Сотрудничество между компаниями строительными и администрацией города и края, конечно же, идет на пользу. Школа будет красивая, как и детские садики. Будет уже дизайн очень привлекательный. Сегодня от этого многое зависит. Насколько результативна будет наша работа оцениваться жителями города. Это все зависит от социальной сферы, от решения вопросов именно с дошкольными и школьными местами. Я думаю, что будет все у нас получаться. Еще одна точка объезда – уже объект муниципалитета. Целый корпус с пищеблоком на 80 мест в районе улицы Володарского. Стоимость объекта – 70 миллионов рублей. 15 миллионов есть. Сколько необходимо тогда еще, чтобы мы завершили это строительство? 20, так, 35. 35, да. Ну давайте смотреть за счет экономии в первую очередь, иметь возможность. И, безусловно, чтобы у нас не стал очередной бюджетный долгострой, который будем возводить, будем стараться вам лимиты довести, чтобы в этом году уже завершить строительство. В этом году в Краснодаре начнут возводить несколько образовательных учреждений. Так запланированы строительства школ в Восточно-Кругляковском микрорайоне и в районе немецкой деревни. В пригороде учебные заведения расширят свои площади. Дополнительные корпусы запроектированы в школах поселков Индустриальный и Плодородный-2. Все они финансируются по федеральной программе «Жилище». Кроме того, обеспечить учебными местами детей помогут и застройщики. С несколькими крупными строительными компаниями достигнуты договоренности о возведении соцобъектов под выкуп муниципалитетом. Александра Дьякнова, Павел Сокольников, Никита Пустотин, Сергей Глуховский, телекомпания «Краснодар».